всем привет ну что ж продолжаем игру первым делом мне нужно вспомнить я в вайтран только пришел или я из него собирался наоборот уходить уже с проверим по торговцам золото полный значит только пришел это хорошо потому что я думал что надо будет возвращаться и кое-что доделывать сейчас объясню объясню что что меня достаточно много зелий на продажу было по крайней мере или если я их не все скинул я похоже очень много скинул суть в чем так как мне сейчас нужно максимально быстро взять два уровня два уровня чтобы уроками напомню для тех кто не смотрел предыдущую часть или смотрел в промотках где этот изменение вот мне изменение 40 не нужно 50 взять уроками и потом я смогу купить книгу обнаружение жизни с которой уже руками смогу достаточно быстро прокачать ее до 70 а 70 змеями нужно чтобы взять вот этот перк на до третьего уровня который позволит брак 500 брони имеет буквально без какой-либо брони поэтому сейчас продолжу торговать и я еще подумал что можно уже начинает скупать слитки и кожу чтобы из них что-нибудь делать и тем самым качать кузнечку ну еще тем самым быстрее уровень рост так искусство торговли а его стали легенды я рад давай давай диалог не доводилось да все что доброму воину нужно так это ж купить ничего не могу денег нет совсем начале продам теперь куплю и снова продам зелья так перевес перевес но он скину прямо здесь все равно там возвращаться вот так прямо прямо на пол приветствую родич дай мне знать если тебе все продать погляди заходи еще сейчас посмотрю что я могу скрафтить из чего-нибудь приличного да уж конечно столько собираю ресурсы в смысле столько собираю ингредиенты так сказать грины все равно мало но это будет сильно не разгуляешься у меня есть средства от всех болезней простых и не очень если чем могу помочь говори он там все остальное совсем уж дешевая не буду крафтить бледноватый так значит ты алхимик да вот чушь нужно проверить у меня есть одет одет или ожерелье на торговлю я тут поправляет что надето я сказал что одета ладно так значит на торговлю как правильно я путаю на одет я помню вот эти проверки одеть надежду нет надеть надежду или надеть надеть одежду одеть надежду вот но блин вот эти вот пятисекундные проверки пока я в голове вспомнишь пока их прокрутишь думаешь до встречи до встречи я уж думаю я ляпну что-нибудь зрители поймут на каким то я тут не экзамен сдаю поэта по красноречию счастью кстати более универсальное слово получается напялить она мою и с ним не не ошибиться ну ладно зато не ошибиться не ошибешься но свес как раз хватило и немножко покрафчу что-нибудь обычная крафчу перчатки из кожи наручу в принципе думаю сейчас также сделаю сколько не пытался там найти более оптимальное какое-то решение для крафта не находил говорят бижутерия хорошо идет но на бижутерию надо брать перки которые которые мне пока жалко тратить мне тут говорят что возможно в этом моде такой финт уже не пройдет тут девушка всякая теория задвигала про крафт но мне ее лень вот всю пересказывать она мне говорит ну как ты будешь пересказывать со словами полин ческароле не хочешь поговорить подсаживайся говори на сама микрофон но она не хочет поэтому и я вам тоже пересказывает уже он сказала не буду пусть все это так все голой теории я расчетов и пара практики нет не видел расчетов и тестов так сказать написать у нас сейчас век интернета когда каждый пишет что хочет и не всегда это верно покрафтим немножко наручные перчатки потом я их скинул и когда буду приступать к прокачке зачарования я и буду зачаровывать на урон на одноручного или двуручного оружия пока прямо здесь сброшу может еще что не сбросить конечно вот это вот это ожерелье вот этот область давно надо было разобрать забываю ванна 250 веса конечно многовато но пока я не куплю себе домик принципе такая проблема с весом она и будет висеть ну что сейчас я думаю 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 либо возвращаться в винт хелем либо до солитью до пройтись вроде бы до уровня немного осталось поэтому можно возвращаться в венгельм там тоже куплю руду чуть-чуть покрафчу погода хорошая солнышко светит не то что за окном реальным зима мороз грусть и печаль не могу пройти мимо бочек в них соль бывает которая позволяет делать весьма дорогие зелья при этом соль даже у торговцев продается буквально в штучном количестве странно конечно и и у торговцев очень мало и в то же время в бочке и в бочках и и хранят как 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 уже мусор странным писем те ингредиент достаточно редкий и полезным раньше не замечал что здесь выход железа есть растение конечно до сих пор не восстановились не восстанавливать это плоховато уже прошло сколько времени кстати вот что я забыл похоже да все забываю это снять подойти к алтарю да блин и и болезнь снять мне сейчас уменьшен запас выносливости но уже как-то и возвращаться в солитью не хочется паук стоит сохранюсь попробую подраться я не очень уверен в своих силах здоровый никак не смогу сейчас ух их тут два ребят я мимо пройти не трогайте меня зато рыбка восстановилась так сундук я уже этот проверял попробую хоть краба убить хотя это мне тоже последнее время плохо получается а 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 у меня такое ощущение что у каких-то крабов прям дальность удара сильно высокая сильно завышена велико бьют я я по ним не попадаю они по ним попадают земную их нафиг 27 уровень я еще не могу справляться без проблем с крабами конечно тихий ужас хардкор дали персонаж застрел в камнях ман остановилась здоровья становилась можно еще разок попробовать то ли у меня скилл прям упал вот этим нормально как-то вот то есть как-то странно одни крабы нормально даются а другие прям ни в какую а а а а а Ну, вот и уровень. Но уровень пока брать не буду, потому что я не помню, взял ли я уроки. То есть, насколько я помню, я не все уроки взял на этом уровне. Поэтому вначале схожу к тетеньке. Доберу там пару уроков. Или один урок, не помню. Тыки, килки, к палки. И уже потом возьму уровень. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сохранюсь на всякий случай. Субтитры сделал DimaTorzok Еще, в общем, совсем немного осталось терпеть унижение от волков и... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И этих... Как их... Блин... И крабов... И крабов... Еще немножко... Совсем немножко... Ну, если все пойдет по плану... Мутыльки... Мутыльки... Нельзя пройти мимо... Еще один был... Думал прокрутить до утра, хотя с другой стороны ночью полезно бегать, чтобы как раз вот этих мутыльков половить... Установить маркер... Так... Тут срезать... Можно... И нужно... И нужно... И нужно... Так... Я, конечно, от воды отошел... Это... Несколько опасно... Несколько опасно... Вpek feeling. Время... Есть. Несколько 아이. Несколько опасен... А сын совсем не так... Вeraедет... Верм明. Ну. Чтобы колокируйте... Место сломать, incorporateется со мной! Неください! Или совсем полезно? что ничего не летает где вся живность так это живность нам не нужно медведь кто если не заметил там впереди был обойдем пленарная подождать можно до утра так ничего не видно или в темноте для для разнообразия побегать немного осталось добежать добегу и прокручу до утра потому что искать где нужная женщина спит желание нет ты конечно догадываюсь что она где-то здесь спит я вообще бы тут не оказалась если бы не моя идиотка сестра встал в проходе но тут ее нет ладно прокрутим до утра кстати можно в кои-то веки раз я зашел в таверну снять комнату на ночь хорошо она твоя наде разбав получу ах вот она кстати интересно оттуда она появилась вроде бы не было да вот как я помнил нет одного урока не добрал один урок в уровень продолжаю брать здоровье возьму еще сеть уроков и подумаю во что этот день навык вложить а ну хотя что тут думать надо ветку изменений прокачивать дальше вот значит вдвое сильнее давайте посмотрим одежда броня 0 использую броня 104 берем берг и броня 209 ну да вот я вообще бы тут не оказалась если бы не моя идиотка сестра ищешь работенку хватай топор и наруби мне побольше теперь что теперь в город там еще поторгую немножко покрафчу кузнечку и если уровня еще не будет то я пойду на север побью хоркеров покачаю одноручное оружие и легкое оружие как оно называется в этом моде и надо будет не забыть забежать в храм и таки снять это снять эту болезнь мне все кажется что это мог висит там на стенах так посмотрим как тут у торговцев обновилась обновились деньжата или нет нужно что не клинки и жаловились практически все необходимое это хорошо выпьем зелье последнее на торговлю и не последний нужно братьями гермер да все что доброму воину нужно продам барахло всякое если встретиться путешественник которому нужно хорошее оружие отправь его ко мне если тебе что-то пришлось по душе только скажи я тебе сделаю свежие фрукты и овощи не нужно я захочу так же как и все кстати еще железные слитки нужно подобрать сейчас я их переработаю там полоски кожи закончились можно купить да я пожалуй куплю кожи переделывать не буду мне она еще пригодится но еще нужно полоски кожи ты брала мой лучший нет я ведь говорил тебе не трогать моим с другим твоим твоим я его не трогала он же не мог сам убежать ты смотрел за наковальник мне кажется я его я оставшиеся пущу все на полоски кожи раз они все равно заканчиваются быстрее пригодятся на будущее я это я и и и и и и Снова сбрасываю все. И дальше торговать. Блин, а вот эти летающие предметы, как можно торговать с торговцем, блин? Так ненароко можно своровать что-нибудь. Даже без желания что-нибудь своровать. И начнутся проблемы с законом. Девушка говорит, даешь деньги и все, и проблем нет. Проблема еще не только в этом, а в том, что если я что-нибудь там подбирал, они это тоже могут забрать. Я, помнится, как-то лишился какого-то нужного предмета. Вот из как раз такой дурацкой ситуации, что у меня... Да, вот говорит, что забирают только ворованное, но иногда такое ощущение, как будто они не только ворованное забирают, а вообще все, что не куплено. У них, кстати, можно было еще тоже посмотреть слитки и кожи, но у них обычно мало этого всего. так что... С другой стороны, не принципиально. Надеюсь, мы скоро увидимся. Обращайте внимание, как буквально стоит продать пару зелий, и все, у них уже денег нет. Потом будет даже такое, что я одно зелье буду продавать, и все, одно зелье за тысячу, и все, как бы. И у торговца деньги закончились. У меня рекорд, я вот не помню, сколько, может быть, где-то тысяча... 1100, что ли, самое дорогое зелье. Посмотри, что у меня есть. Весь мой товар законно? Погляди. Ну что ж, 5000 и полуровня. Нормально, можно идти бить хоркеров и качать дальше. Так. Снова у нас тут бедная девочка без денег. Молодец. Держи пирожок. Точнее, держи 5 рублей, на которые ты купишь себе пирожок. И сейчас вот сюда. Ну, так вот. И вдоль, вдоль берега пройдусь. Пока не надоест. Можно, в принципе, вдоль берега до самого солитюда дойти. Но я сейчас такое далекое путешествие делать не буду. А вот тут уже и хоркеры. Готовы к избиению. У них такой забавный интеллект, когда их убьешь притык, они часто убегают. Укуда от них убегаешься, они идут на персонажа. Понятный. Вы либо идите всегда в атаку, либо всегда убегаете. Как-то не туда, не сюда. Убегает. Замес какой-то Бандиты что-нибудь на маму-то напали? Похоже, да Можно попробовать Ой, это наемник? Блин Да, это я Загружусь Хорошо, что я сохранился прямо перед боем Похоже, я не того персонажа Не того, кого надо ударил Я что? Нажал Перезапустить что-ли? В смысле, я вместо того, чтобы загрузить игру По-моему, перезаписал ее Сейчас проверим Да, блин Я перезаписал Ну Можно вот это загрузить Поражаюсь тому Блин, вот, кстати, что я еще забыл Это в храм забежать Поражаюсь своей способностью Точнее, не способностью говорить И что-то одновременно делать Сосредоточенно Прям вот Все, начинаю путаться Делать какие-то Ненужные действия Когда молчу, такого нет Начинаю говорить Как бы думать Над тем, что скачать Да, мне эта девушка говорит Оправдывайся Блин Вот так вот Еще подкалывают Так, только я не туда зашел Все, жена виновата Где тут храм? Вот он Вот он Продолжение следует... Спускай руки, воришка! Спускай руки, воришка! Спускай руки, воришка! тут мимо никто не пробегал отлично спасибо да не за что кстати что он мне дал я даже не посмотрел здесь ничего нового нет он шлем на подкинул да неплохой продать можно будет так а где где собственно за место за место уже нету крабы уже холодно как вы тут живете черт Продолжение следует... 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 Просто его, собственно, использовать Качается с ним довольно быстро Изменения, главное, чтобы мана была И догнать изменения До 70 А, да, и еще За компанию Вместе с обнаружением жизни Купить железную кожу Она помощнее, чем Вот эта каменная кожа, которую я сейчас использую Точнее, у меня даже не каменная В общем, у меня сейчас самое слабое Заклинание, которое дает 100 брони Потом есть еще посильнее, которое дает 130 А железная кожа дает 170 С перком будет давать 500 И я думаю, что с 500 брони Я уже смогу Бить всяких волков и медведей Ну, то есть там будет не чисто 500 Еще какой-нибудь щит То есть сейчас мне там щит дает 37 брони То есть Еще можно что-нибудь получше купить И будет там те же 550 Или еще чуть побольше Так, волки Отступаем Мне, конечно, нужен дейдрический щит Но я его нескоро сделаю Конечно, 500 брони Это довольно мало Чтобы зачищать уже Сами подземелья Потому что люди здесь довольно Сильные противники Но вот уже Со всякой мелочью Типа крабов, волков и медведей Точнее, со всякой мелочью Будет попроще драться Там волк, что ли, с этими бьется Ха, вот, блин Дай-ка я Сохранюсь Я этому белому медведю По заднице Надаю Эти хоркеры Вообще-то мои Мужик В смысле медведь Взял, убил хоркера Ну и стой там Теперь Так Музыка Такая громкая Прямо ужас Обычная музыка Тихая То есть Я бы наоборот Я в обычной музыке Служил погромче А вот Музыка в бою Потише Оп, прибежал Блин Что-то ему там не стоялось Сейчас убьет У него хоркера Так быстро он с ним разделался А у меня тем временем Если меня сейчас не убьют Почти уровень готов Ё, упал Вот это он нормально пробивает Блин Вот же пристал Еще отнимает у меня хоркера Субтитры сделал DimaTorzok Так Ух Он выскочил Прямо под носом Я видел, что там Какие-то враги Но Хотел посмотреть Поближе Так сказать И вот Посмотрел Блин И тут Да что ж такое И тут этот медведь Этот новый Или тот же У меня что сейчас Он бежит что ли За мной вдоль берега Убивает всех хоркеров За которых я О Во Вот Я взял Уровень За счет книжечки Мерзкий топор С этим, по-моему, одноручный Это 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 Хорошо Мне топоры Почему-то Больше С топорами Мне как-то больше везет Ну в том смысле Что вот Когда я сменил топор На Начали на булаву А потом на Вот сейчас на меч У меня вот такое Стало ощущение Как будто я Ну как будто Дальность атаки уменьшилась Так, ну что ж Уровень я взял Все Возвращаюсь Теперь обратно В город Маркер не поставить Если бы я был Если бы я был Посильнее Я бы сейчас Пробежался Где-нибудь На суше Ну так сказать Чтобы по дому И тому же Месту не бегать Ну так как Персонаж Еще пока ватный Я Пробегу вдоль воды Так как Это безопаснее Значительно Здесь Волк убивает Хоркера Кошмар Прям Как будто Не я один Находишь на этих Хоркеров Тут интересно Что-нибудь есть Ценная Еще какая-то Книжка Так, ладно Погнали Самому хочется Побыстрее уже Получить эти 500 брони Так Снова Медведь Да что ж Так А как бы мне Ой-ой-ой Он еще Пробегает Через эту Воду Небольшую Хорошо Что я быстро Бегаю А то Все таки Это А не Тут волки Тут волки Там Медведи Ужас Медведь Медведь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, вон уже и город виднеется Чуть-чуть, точнее мне в принципе в город не нужно Не нужно дальше в эту рощу А, у меня маркер на ней стоит уже Или нет? Нет, не на ней стоит Я смотрю, что что-то не туда мне маркер показывает Я тут уже скоро без карты смогу ориентироваться Без проблем по всему Скорему Кстати говоря, когда играешь без быстрого перемещения А потом снова, ну, в том, допустим, возвращаешься к быстрому перемещению Как-то игра очень много как-то сразу теряет И в начале правило у меня было какое Что быстрое перемещение не использовать только до 50 уровня И вот я, когда прокачался до 50 Бегал-бегал, потом начал уже с картой прыгать И вот я прям ощутил, что как-то вот сразу же не то Менее интересно стало играть Все как-то стало совсем технично То есть прыгнул туда, прыгнул туда Надо там денег собрать По городам попрыгал, попрыгал, деньги все собрал Ну, в общем, как-то не очень И я решил полностью отказаться Решил полностью отказаться от перемещения по карте Ну что ж, наконец-таки Мало кто, почему бы и нет Я поделюсь с тобой знаниями Все, 51 Теперь мне продадут книгу Обнаружение жизни Ну что ж В следующей части я побегу в Рифтен Куплю там книгу Книгу вот это Железная кожа плюс обнаружение жизни А потом, я думаю, в Рифтене Не знаю, обычное обнаружение жизни Качал в Айтране Там вроде как больше всего жителей Хотя не факт Либо можно в том же Рифтене и покачать Надо будет, кстати, вот как раз В перерыве до следующей части Надо будет узнать действительно Ну, в каком городе больше всего жителей на улице стоит Потому что чем больше жителей Тем быстрее качается обнаружение Ну, тем быстрее изменение качается Ну, в общем, на этом Эта часть заканчивается И до встречи в следующей части Уже не так долго осталось До того момента Когда персонаж начнет давать сдачи А не только убегать и терпеть от всех Ну, что ж, всем пока И до встречи в следующей части Еще раз Субтитры сделал DimaTorzok